МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА День добрый, патронная полиция Харьковской области, лейтенант Булгаков. Водитель, почему едете в дневное время без включенных пар ближнего света? Я так понимаю, у вас нету, да, дневный ходовый? Есть. Есть? Они работают? Сейчас я стою, нет. Вы только что, просто двигались, вроде не горели. Я экономлю на электричестве, вне электромобиль, поэтому приходится экономить на все. Так дневные ходовые, они включаются автоматически при включении? Ну, видимо, они тоже решили сэкономить. Водитель, нормально у вас все знакомит? Да, все в порядке. Можно, пожалуйста, ознакомиться с водительским удостоверением, свидетельством госрегистрации? Нет, нельзя. Почему? Ну, потому что я вам не покажу. Вы же мне не покажете документы, зачем у вас знак стоп стоит здесь? Честно? Вы не знаете, зачем он тут стоит. Не, я знаю, зачем он стоит. И вы знаете, но официально вы не знаете. Я вам скажу, лично для меня он здесь, ну, не я его ставлю, я вам объясню, уже за это было много раз, за это были разговоры. Лично для меня он стоит для моей безопасности. Мы сюда ехали час назад, не верите, можете проверить, информация есть. 5 ДТП, 5 машин в кювече. Да, мы в своих мыслях... Дорога очень ужасная. И так, а чем этот знак стоп вас тут обезопасивает? Ну, люди сбрасывают скорость. И я хотя бы, когда стою на окраине, ну, хоть как-то меня знак защищает. То есть знак стоп стопа стоит на пусту для вашей безопасности? Нет, вообще знак стоп стоит при каких-то определенных операциях. Сейчас операция проходит. Стоп свет. Нет, сейчас операция проходит. Стоп электромобиль. Единственная операция, которая сейчас проходит, это операция лес. К вам она, ну, не имеет отношения, я уж точно вижу, что вы дрова не везете. Скажите, ну, правда, но он же стоит незаконно, этот знак стоп. Частично незаконно, несколько. Так если он стоит незаконно, давайте его уберем. Ну, не может... Вы считаете, нужно убирать? Просто я же вам объясняю правила. Не я его ставил. Давайте мы с вами вместе уберем. У нас как по законодательству, смотрите. По законодательству, если водитель уверен, что знак, да, дорожные знаки стоят незаконно, водитель имеет полное право их не выполнять. Либо убрать. Ну, это препятствие на дороге. Ну, оно же не на дороге стоит. Ну, как это? Ну, вот этот стоит на дороге, вот вообще на бочне. И тот стоит. Вот, по-моему, как раз в большей степени, как по мне, чисто по-человечески, он, по-моему, спасает людей от, в лучшем случае, потери колеса. Да ну, это бред. Ну, хотите, убирайте. А то, что... Конечно, хочу. Пожалуйста, ваше право. Хоть что-то полезное сделаем. Смотри дорогу, как выкатали. Уже здесь по 50-му, тысячному разу. Не останавливайся, я не работаю. Смотри, сколько мелочи на дороге. Вот, реально, отсними. Смотри, сколько мелочи. Вкатано. А сколько здесь столько? Это свадьба здесь ехала? Смотри, сколько. Мелочи. Это свадьба тут ездит? Я не знаю. Смотри, вся дорога, смотри. Гривна вкатанная. Смотри. Аккуратно. Вот, вижу, вижу. Да. Смотри. Вон, как оно все, мелочи. Я вам больше скажу. Я тоже там... Пойдем. Привет. Что случилось? Вот смотрю ваши ролики. Останови. Хочу попасть в вашу ролик. Товарищи, уйдите с проезжей части. Виталий меня зовут. Я наколереваю, что я тебя от полиции в Харьковске. Где ваш взаимодействие? Вы за счет. Поезды сверху. Остановили автопоезд, говорят. Товарищи? Не оборудованные автомобили. А он с завода... Еще раз, обидеть на вас, прощу. У тебя от полиции. Ну, пожалуйста, это ваша безопасность. На туман. На туман за городом. На проезжей части. И что? И что хотят? Вот, по сравнению, я тоже. А это ваши документы? А зачем мне его поддали? Ну, по требованию полицейских начали... Вас просили предъявить. Предъявить им эти документы. Давайте, вы к этому не будете врать. Так никто не врет, чего он... Нет, нет, нет. А за что его штрафуют? Давайте отойдем, я вам объясню. Нет, так мы нормально, мы же ставим все вместе. Мы ограждены. Вы знак стоп поставили. Смотрите, чтобы инстинкровить, я его не ставил. А за что вы не ставили? Ну, автопоезд. Автомобиль не оборудован на автопоезе. А он с завода-изготовителя не оборудован. Да не написано за это... Так вы за это пишете штраф, что ли? За то, что не оборудован на автопоезе? Смотрите, я вам... Давайте я вам объясню. Ну, пишу не я, пишет инспектор. Автомобиль, транспортное средство остановлено в связи с нарушением того, что у водителя не горит, а также отсутствует знак автопоезда. Так его нету. Да, его нету. Ну, правильно. Он не установлен. Ну... Смотрите, у нас согласно 33-й статье закона Украины о дорожном движении транспортное средство обязано... Ну, вид... Ну, вид... Так вот, завода. Смотрите, повинно відповідати вимогам, стандартам, що знаходиться непосредственно в даній країні. Вот смотрите, якщо у нас в законе Украино-дорожньому движению за ремні, допустим, датчок... Подождите, секунду, ви щас не спустя пішли. Он зарегистрирован на українському учете. Он получил документы регистрации. Он прошел сертификацию, когда его ввозили сюда при растаможке. Какие проблемы могут быть? Если он не прошел бы сертификацию, его бы не поставили на учет. Если машина не соответствовала бы стандартам Украины, ее бы не поставили на государственный учет. У него нормальная... Хорошо, тогда можна у вас вопрос? Я просто знаю вашу сферу деятельности. У меня по-человечески, в первую очередь, вопрос. Может, вы в том числе мне поможете как частично юрист? Один вопрос. Лично я видел транспортное средство. Я же говорю, как... Хорошо. Я не юрист. Немножко вы разбираетесь в праве, да? Скажите, пожалуйста, я лично видел в городе транспортное средство на нашей регистрации. С документами все нормально, проверяли 10 раз. Автомобиль праворульный. Скажите, а как он прошел эту сертификацию, если у нас запрещено? Так это к вам вопрос. К вам вопрос. Не мы ставим. К вам, к полиции. Ну, не вы конкретно. Как это? МРЭО, сервисный центр. А раньше это было ГАИ. Как ставили на учет? Я же не знаю. Да точно так же, как и он может уехать с вашего поста. Точно в той же валюте платится все и проходится. В данном конкретном случае автомобиль физически с завода не оборудовано этими маячками. Он стоит на государственной регистрации. Какой штраф? О чем вы говорите? Машина поставлена на учет, была в государственном органе регистрации. Засертифицирована. В чем суть? В чем история? Я объясняю, я не такой протокол уже себе. А знаете, как у нас бывает, когда... Выписывайте, я поприсутствую вместе с вами. Выписывайте, выписывайте, выписывайте. А знаете, как у нас... Не, я вам объясняю. Чего человек будет стоять? Нет, так я же с вами. Я же не с человеком. Меня же водителя вообще не трогает. Лично я. Инспектор, отвлекитесь. Слава Богу. Инспектор, отвлекитесь. Вы сейчас на рассмотрение административного... Я вас субъективно слышу с прожжей части. Можете по тем, кто вы сейчас? Вы нарушаете ситуацию. Будете любезно оформлять мне, если я на что-то нарушаю. Вы можете отвлечься? Вы сейчас к телефону прилипли, вы находитесь при рассмотрении административного дела. Вот водитель. Будете любезно, составляйте материалы, вписывайте меня как свидетеля, будем разбираться. Будем разбираться, ребят. Украина находится на украинской регистрации. Что, денежок захотелось? Конечно. Объясняю русским языком. Могу показать документы. Ну, а что это значит при чем? Что вы повесите на телефоне? Смотрите, водителя. Нет у него... На телефоне проверяется транспортное средство. То есть то, что у вас здесь незаконно стоят знаки, это нормально. А то, что у человека... Я говорил лично, пишите жалобы. Ну, кто-то что-то делает. Да я их тут написал столько. Я знаю, я видел. Ну и что, вы приняли меры? Я лично не могу. Вы лично принимаете. Вы видели жалобы? Вы лично принимаете меры? Почему я? Это не мои компетенции. А почему не вы? А кто? Ну, вы говорите, пишите жалобы. Я написал. Пишите на них постановление. Этим занимается отдел в госпеке дорожного роза. Вы чем занимаетесь? Кошмарите водителя за три лампочки? Или что? Ну, а что это называется? Чего еще это работает? Да, да. Далее еще водитель также отказался предъявлять документы. В итоге я проведу. На товарно-транспортные документы тоже... Так вас они не должны интересовать. А с чего вам товарно-транспортные? Вас не должны интересовать мои документы. Такая сфера моя. Согласно права дорожного роза. Я объясняю. Груз за таможен. Какое отношение вы имеете к грузу? Ладно, давайте составлять. Не будем пенуть время. Какое вы в этом шпитале? Ну, какое отношение вы имеете к тому, что я везю? Вы сами не понимаете то, что вы говорите. Вы никакого отношения к моему грузу не имеете. Я не буду сходить. Я тут стою. Мне здесь комфортно и все удобно. Я отказываюсь. Вы уверены, что вы не нарушаете сейчас? Я уверен, что... Если я нарушаю, на меня составляйте. Вы свою безопасность, в первую очередь. По вашему. Наденьте, пожалуйста, святая отражающая железка. Если с вами, не дай бог, что случится в нашем присутствии, кому отвечаете? Вы будете отвечать. У вас дорожное покрытие не соответствует. Я не буду ничего покидать. Не буду. Пока вы не закончите постановление, мы никуда не уедем. Вы слышите меня еще раз? Вы меня слышите? Товарищ пешок. Я говорю еще раз. Вы меня слышите? Вы водителя за дверь в целиком осталось. Вы не должны находиться здесь, сейчас, за городом. Хорошо. Я сам решу, где мне находиться без вас. А закон для вас? Я еще раз говорю. Если я нарушаю закон, будьте любезны. Составляйте. Какие-то делаете? Вы нарушаете закон? Особенно пешеход. Не обязательно его составлять. Можно убрать сначала правонарушение. Для начала. Для начала. Для начала. Давайте попробуйте. Что значит попробовать? Попробуйте убрать. Сейчас во дворе где-то. Не, ну вы говорите, что вы будете. Или вы сейчас с инспектором работаете? Вы сотрудник полиции? Да. Я не вижу. Вы висите на телефоне. Вы не составляете административные материалы. Да вот так это. По каким критериям вы считаете, что не строим полицию? Потому что вы не занимаетесь работой. Почему вы не составляете административные материалы? Почему вы считаете? Это ваши субъективные. Вы все сейчас абсолютно свои субъективные мнения. Вы хотите поспорить со мной, я понял, да? Хорошо. Как я могу хотеть, находясь на службе? Скажу. Я не знаю, как вы хотите. Вы сейчас занимаетесь демагогией. Я так понял, вы общественный деятель. Вы в своих интересах здесь? Ну, я абсолютно обычный человек. Я не имею в отношении никакой общественной деятельности. Ну, вы хотите заработать деньги на этом как-то или что-то? Здравствуйте. Какой ваш интерес, что вы стоите и нарушаете права дорожного движения? Здравствуйте. Меня зовут Александр, фамилия моя. Я сейчас надеюсь на... Да, я нахожусь, что в Казахстан опустил. На трассе Харьков. Нет? 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 Я не остановлен водителем большей груза. Ну, не составляет ничего. Я пристался. И оборудованный автопоездом? Чего вы его не останавливаете? Никак, абсолютно, не запомнил. Я вот проезжал мимо. Попросил помощи, его не отпускают. Он стоит здесь на посту. В отношении него не проводится никаких следственных действий, ничего. Я разберусь себе без вас. Я не с вами общался. Хорошо. Здесь два сотрудника полиции, вот. С накрытными жетонами 303516 и второй сотрудник полиции 3032, я хотел бы вызвать Сесть на противный друг Я с удовольствием смотрю ваши ролики Да, 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 я просто на трассе, связь плохая Я вас слышу Постой тут, никуда не уходи, пойдем со мной Это больший грош, остопой, стремно, по-моему Госномер ВН-8067ХО Да 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 Пожалуйста, увидите, увидите, увидите Почему вы не составляете материалы и водителя не отпускаете? С чем это связано? Это ваше субъективное мнение В смысле? Я это фиксирую, вы сейчас ходите, делаете все, что угодно, но не то, что касается конкретной работы Что я не так, по вашему мнению? Почему вы не выписываете административный взгляд? Я выписываю, все, что вы до этого говорите, это ваше личное субъективное мнение Вы имеете на это право Да я вижу, я это вижу, вы ничего не написали Ничего, а что вы написали? А что вы написали? Это ваше субъективное мнение Да какое субъективное, вы в своем уме Встаньте возле водителя, составьте админ материалы Вы сейчас просто суждение свое, ум мой, вы не выписали, это все, что вы уплываете на это, это ваше субъективное мнение. На мой ум, вы в своем уме. У вас столько предположений, что их надо целую коллегию собирать и на эти предположения отвечать. Каким образом, когда вы сейчас ходите по дороге и отвлекаете вопросы? Я вам не думал, что ты справа не прошел. Все, если прошел. А вы уже читали вам про вас, читали, рассказали, что вы видите право. А вы разве клопотание не хотели заявить? Пока нет, я в суде заявлю, что вы составьте протокол побыстрее, постановление, я поеду. Что вы бегаете? Что это за процедура осмотрения дела такая? Смотрите, что человека проверяем по базе, транспортное средство, водителя, погон, розыск. И это занимает определенную греть. Технические возможности проверят на послу, на следу. Нам приходится звонить, а это узнал. Вы человек, чем собственный, и занят. Потому что он звонил и узнал. Человек бегал просто без у себя. Потому что здесь связь, так, ну, если не видите, вы понимаете? А вот только один умеет звонить, да? Ну, вы тут для чего суждения? Опять же, ваше суждение. Зачем? Давайте в юридическом поле общаться. Что? В юридическом поле? Вы завязаны, зайдите к нам в кофе. Нет, спасибо большое. Вы хотите же поумничать? Нет, я должен, если я вижу человека, который нуждается в помощи, я должен... Да, я нуждаюсь в помощи. Я вам делаю акцент. У вас незаконно стоят знаки на посту. Кто за это будет нести ответственность? Сейчас поговорим. Секундочку. Можете, пожалуйста? Нет. Это ваша безопасность. Хорошо. Не сросло сегодня с денежкой, да? Нет. Опять же. Да я не с вами разговариваю. В смысле не очень приятного? В смысле не очень приятного? А вы знаете, что это не очень культивно? Ну, допустим, зачем культивно? Ну, общаться о третьем лице, с приком, и вы еще такие неприятные вещи говорите. Да какие вы обычные? Я вам в лицо говорю без третьего лица, вы обычные коррупционеры и взяточники. И я на этом посту эту неоднократно фиксирую. Это очень непродно слышать ваше суждение. Ваше суждение? Это не внутренние, это есть факты, видеофакты, выложенные неоднократно, где на этом посту берут деньги. А можно сказать, все блогеры, они тоже очень алчные люди, которые своих интересов поставляют. Вы ничего не можете, кроме того, чтобы делать свою работу. Вы очень плохо думаете о полномочиях патрульной полиции. Я не думаю. Но они не настолько ограничены, как вы сейчас опять же... Мы сейчас зачем в дискуссию вступали? Вы сейчас просто делаете свою работу и все. Пишите постановление, меня впишите как свидетеля. Я обязан с вами вступать в дискуссию. Вы обязаны вступать в дискуссию. Да я не с вами, вы ко мне обращались. А запишите в свой дом, пожалуйста, чтобы мы потом связались. Наберите просто его. Пишите, пишите постановление. Пишите постановление и все. Просто пишите и меня, пишите постановление как свидетеля и все. И мы поедем и он и я. Свидетеля чего? Свидетеля того факта нарушения, который вы инкриминируете по вот этим вот маячкам и фонарям. Я тоже приду по этому поводу в суд и обязательно освещу это ваше постановление. Пишите, пожалуйста Не тратим время и мы все едем по своим делам Не отвлекайтесь Спасибо Все, Виталик, есть Александр, покиньте, пожалуйста Я не собираюсь, инспектор, пожалуйста Составьте постановление, не доводите Пожалуйста, меня, потому что я так или иначе Первым буду вынужден написать на вас заявление У вас есть признаки нарушения права дорожного движения Оформляйте меня Явно Только сначала меня запомнишьте, пожалуйста Нет, если есть признаки, не надо Вы же хотите быть как свидетелем, правильно, я понимаю? Да Давайте, чтобы ускорить этот процесс, можете вам дам вам пояснение Я спрашиваю, что вы хотите написать Вы уже показывали при мне даже Это зафиксировано Я уже вам все показываю Это даже зафиксировано мною А вы для чего? Они у вас были в руках Человек не успел ознакомиться В смысле, у вас в руках У меня в руках не было ничего Я вам предъявил документы Вы пробиваете меня по базам Каким образом? Объясните Так вы только что говорили, что вы пробиваете меня по базам Каким образом? Да, Виталий, да это задача Задача, задача, задача была Задача была взять в заложник Это же экономит ваше время Вот и все Я могу ехать, я так понимаю Я вам предъявил Вы что, не понимаете? Я вам их дал Вы их посмотрели Пробиваете меня по базам Дальше что? Вы что, попугай, инспектор? Я вам предъявил документы Вы пробиваете меня по базам Вы пробиваете меня по базам Виталий, он тебе троллит Он же пытается показать, что я тут хозяин положения Мы так или иначе ждем судьба Они все равно приедут А я не собираюсь куда покидать ничего Не покинулся А я ждать никого не хочу На камеру такой пример Или вы вырежете Что вы стоите за зарядом на проезжей части И мешаете избедение в день? Чем вам мешает? Тем, что во-первых Да вы стояли Оформляйте Оформляйте Я нарушил, оформляйте Не потом Если нарушил У вас есть два еще напарника Пусть подходят, оформляют Они занимаются Чем? Чем они занимаются? Пробивают меня по базам Да ничем они не занимаются Нельзя одновременно С тех штрафаиков, которые ты видишь Ты занимаешься полностью Вы сейчас отрекаетесь Вы человека оформляете или нет? Я не собираюсь никуда Вы меня оформляете или я поехал? Я никуда не собираюсь Предъявите Согласно по базам Да вам уже показывали Предъявите До полного ознакомления Виталик, едь Я тебе говорю, едь, едь Я и буду Я не имею права Вы еще раз на постановление Я вас не отпускаю Что значит умение? Ну хорошо, ждем С лесоперативной сиропы Да, окончание рассмотрения дела Закрой окно Пока не пожелали Чего пути Пока не закрыли дело Вы не имеете права Покидать место Где вас остановил инспектор Инспектор Вы точно не в своем уме Ей-богу Так как вы себя ведете Это жесть У вас документы в руках были Это все зафиксировано И регистрационные документы И права управления Что есть Ну что Вы для чего их брали? Для чего вы их брали? Вы для того, чтобы провести по базам Вы не звонили, давали данные Да потому что он не думал Он еще составляет Нет, я вам предъявил Что значит я отказываю? Виталик, я закончу Виталик Достоверение показывает По первому требованию По первому требованию Вам уже предъявили Если я говорю, что я был А зачем вы их отдали? Вы отдали ему, зачем их? Потому что Зачем отдали? Так и зачем вы отдали, если вы не ознакомились? Я не пойму Если человек говорит Отдайте мое солнце Ну, на чем мы остановились? На составление постановления Предъявите, пожалуйста Я вам предъявил документы Водительское удостоверение Технические паспорта На тягач На прицеп Вы все посмотрели Вы пробиваете меня по базам Какое еще куда полнее? Я должен стать Я ознакомился или нет? Вы попросили Мое имущество вернуть Я должен Саша, ты хитрый человек Если бы я не возвратил Ты сказал Все это криминал Ты лично Ты так и говорил Ты мне начал тыкать Я в ответ тыкать Но это не тыкать Это вечного на ты Ты мне тоже на тыкать Закон Украины Ты меня еще оскорблять Закон полиции Ты меня тоже оскорблять Я обязан тактирую Правильно Я обобщу Вы степляйте за каждое слово Я пытаюсь задуматься над каждым Я прошу вас Водитель Наставитесь со мной до конца И я поеду Я вам предъявлял Мы не одно и то же Я не отказываюсь Я не отказываюсь Я вам все показал Вы все посмотрели Я все видел Мы это все записывали Может 25 раз Писать Мы хотим вас спросить Поэтому Мы будем разбираться В том, что вы тратите время Человека Рабочая Рабочая На всякую ерунду Вы бы 25 раз Уже можно было поставление составить Когда ты стоишь над душой Да не ты Еще раз говорю Не ты Я вам еще раз Делаю замечание Я очень уважаю тебя и твою деятельность В чем не уважаю Я делаю замечание Не ты, а вы Закон о полиции Вам четко рекоментировали Мне конкретно Четко сказано Что мы должны на вы Ну скажите статью Еще раз говорю Перечитайте Перечитайте Закон о полиции Я перечитаю В том числе только что Там нету нигде на вы Хорошо, перечитаю Я перечитал только что Отлично Я вам делаю замечание Там слова вы Нигде нет Я еще раз говорю Это неучтиво Там нету нигде Сотрудник полиции Должен общаться С гражданами в Краином Вежливо Правильно На вы там нигде не скажут Обращение на ты Не является вежливой формой обращения И обратите внимание Потому что Давайте так Давайте так Вы со своими родителями Общаетесь на вы Я еще раз говорю Вы со своими родителями Общаетесь на вы Ну, если вы с ними Общаетесь на ты То есть вы их не уважаете Вы не родители А я ему не тыкаю, я с вами разговариваю вежливо, вежливо и учтиво, на «вы», обратите внимание. Ну и я с вами разговариваю. Ну у нас в законе, никаким нормативно-правовым документом нет четкого понятия, что мы обязаны говорить на «вы». Ну неужели вы меня не слышите? Я же вам повторяю уже не один раз. Я вам все предъявлял, я вам все предъявлял. У меня был. Ну какие проблемы? Ну а вы что не полностью ознакомились? Ну а каким же образом вы пробиваете меня по базам, если вы не полностью ознакомились? Это наша деятельность. Она не касается сейчас вашего правонарушения. То, что касается вашего правонарушения, я все исчерпывающее вам. Ну все, составьте, я предъявил, вы ознакомились. Послушайте меня, я предъявил, вы ознакомитесь, составьте постановление, а я поехал. Что вам непонятно? Зачем вы доводите людей? Что вам не понятно? Я предъявил документы. Откровенное издевательство. Вот это откровенное издевательство. То, что я говорил, человек, Саша, свое внутреннее убеждение сейчас переносит на экран. Люди считают, что это за истину, как бы все это, что он говорит. Инспектор, разберитесь со мной, хватит философии, разберитесь со мной. Общественная деятельность. Разберитесь со мной до конца. Составьте постановление, я предъявил вам документы, вы их... Не мешаешь вести динам. Не мешаешь, еще раз говорю, не мешаешь. Стоишь на проезжей части с операцией. Мешайте, стоите, на вы будете бездельно отчасти со мной. Что же, 12. Я не верю. 10-го и 90-го. Харьковская область, 9-м. Разобрали этики без документов, да? 87. Инспектор... Близко же. Инспектор роты номер 5, батальон номер 1. БПП Харьковской области, в Афганистанной полиции, генеральный полиции, особо, что я разглядываю справа. Соколовьи-то... Есть номер различков, потом предоставать? 8-го, 12. Это 3-0? 8-го, 12-й. Я согласился. Одесская область. 33-16. Арсийский район. Арсийская область. Дзержинская область. Управлял Иноман Магнем. Малышке, Удуард Иванович. Виктор Николаевич. Сидануэн, 5-й. 10-й, 11-й, 10-й, 10-й. Харьковская область. Расса, Англазив, Восио. Водей кирова транспорта с причипом таким-то номером ДНЗВМ 8067, не обладнанным знаком в такой, с чем порушил пункт 30.3 право дорожного движения Украины, Чемского админправопоручного, перебаченный 6-й, 121-й кодекса кривоадминистрирования правопоручения. Кривуюсь положение ст. 33-го 284 кодекса кривоадминистрирования правопоручения принят решение по справе Застислава, Досоколов, Виталия Володимировича. Ожидаю. В розміре 340. Спасибо. Благо, Витас Павч, я немножко сказал, сроки, скажите, в копию выходите? Да, ничего. Пожалуйста, знакомьтесь, расспешите. Да не надо будет. Ну там я галочку поставлю. Дайте я, ну, мне так неудобно, выпустите, я не написать. Зачем я не хочу выходить? Нельзя написать, это или расписали, я вам отдельный листик дам. Для чего? Для, если хотите, написать. Здесь нету пункта, который пересматривается. Расписаться за копию он может или нет? Конечно, вот я держу. Копию дайте. Ознакомьтесь. Здесь, я только что его ознакомил. Давайте, давайте, ознакомьтесь. Ознакомьтесь. Хотите написать пояснение по этому делу? Я напишу, все, я вам сейчас, вы мне дайте копию, я вам кое-что скажу после этого. Это как угроза звучит. Да вы сейчас прозреет. Вы заинтригованы. Честно. Александр, посоветовали, да? Нет. У нас нет какого-то... Хорошо, давайте копию, вы составили, давайте копию, пожалуйста. Такое впечатление, что у нас какая-то обидно. Да, данные не мои, уважаемые. Вы не на меня составили протокол. Я на вашей стороне. Я не Соколов Виталий Владимирович. Чтобы вы понимали, я не Соколов Виталий Владимирович. На кого вы сейчас составили протокол, мы с вами разберемся. Виталий, я свободен, мне приятно было лично встретить. Счастливого пути не нарушайте. С вами молодой человек, вы обязательно встретите. Виталий, давай, удачи. Вы не на меня составили протокол, дурачек. Пошли, я уберу нахер эту лабуду, соответственно, оперативная приедет. Да, это, соответственно, оперативная приедет. Пошли, я уберу нахер эту лабуду. Когда вы берете уже эту хрень с посол? Вы бы аккуратно как-то положили, как-то некрасиво она. Она некрасива, когда она незаконна, когда она некрасива. Вы хотели заявление на беседу? А я не уезжаю. Еще раз. Я не уезжаю, я не уезжаю, я не уезжаю, я не уезжаю, я не уезжаю. Вы следствие оперативной или нет? Нет, мы группа, которая выехала. А что вы за группа, которая выехала, я не понимаю? И мы группа, которая, вы группа, которая выехала, что? Принять заявление? Так это следственная оперативная должна быть? Следственная оперативная группа выезжает, если есть какой-то криминальный обо... Вы хотите, чтобы следственная оперативная приехала? Не то, чтобы я хотела! Мы заявление с удовольствием примем и объяснение так же. Я думаю, здесь не надо следственная оперативная группа. Присаживайтесь. Если вы так думаете... Подсадите. Подсвети-то. А свет есть здесь? Так, не надо. Подпись саду, уже неправильно смотришь, стоишь в крючок. Давайте мы закончим на сегодня общение с вами. Вы мне больше не нужны, помощь ваша не нужна. Приехали люди, которые будут брать мне пояснение. Я их оставлю и не поеду. Я пытался быть вежливым. У вас не получилось. Продолжение следует... ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну что, ребята, понятно, что многие из вас скажут, напишут в комментариях, что абсолютно не имеет никакого смысла бороться с этими незаконно установленными знаками стоп, о том, что после моего отъезда они будут установлены на свое место. Да, это так, я знаю прекрасно, что я уеду, эти знаки будут установлены этими же сотрудниками полиции, но есть одно но. До тех пор, пока вы будете проезжать мимо и не останавливаться, и не убирать эти знаки, они будут стоять, и сотрудники полиции будут их устанавливать на те же самые места. Пока каждый водитель не будет понимать, что в этой стране никто за вас ничего не изменит, ни я, ни другие блогеры, активисты, кто хотите, пока каждый из вас не станет частью этой системы, механизма борьбы с этим беспределом, ничего не поменяется. Поэтому не прожите мимо, ничего не стоит остановиться, убрать, сделать замечание, и пока каждый не будет это делать, ситуация не изменится. Что касается данных конкретных оборотней, я по-другому не могу их назвать, этих хамов. Естественно, мы обменялись водителями контактными данными, я с ним обязательно свяжусь, обязательно хочу помочь ему оспорить это постановление, абсолютно бредовое. У нас больше нет в стране абсолютно никаких проблем, кроме того, что три лампочки не горят над кабиной у дальнобоев, которые из последних сил зарабатывают деньги себе на еду, на пропитание. Учитывая, что здесь ужасное состояние дороги, ужасное, которое выкатанное просто водителями, которые здесь проезжают, сотрудники полиции на этом посту не обращают внимания, продолжают выставлять знаки «стоп», чтобы эту дорогу еще больше разбивали. Зато три лампочки над фурой – это действительно проблема, за которую надо час мариновать водителя. Здесь понятно, что никто не хотел составлять это постановление изначально, хотели просто получить небольшую взятку и отпустить его с миром. Но водитель оказался молодец, принципиальный, будет оспаривать постановление в суде, учитывая, что сотрудники полиции в данном конкретном случае, опять же, облажались и написали постановление на абсолютно левого человека. Данные были указаны некорректно, но я думаю, что эту проблему мы с водителем решим, и все будет хорошо. Подписывайтесь, пишите комментарии, не оставайтесь равнодушными, друзья. До встречи! Субтитры сделал DimaTorzok